здравствуйте зрители подписчики моего youtube канала это видео будет о древней каменоломни в германии которая работает ну наверно до последних дней работала и чем она меня заинтересовало это тем что там виден процесс обработки легких таких слабых типов камней типа песчаника известняка скорее всего что в этой каменоломни известняк причем я первый скажу что многие люди говорили известно известняк известняку рознь если известняк который можно чуть ли не крошить вот руками там типа как же называется типа мела вот вот такие вот подобные свойства а есть такую что можно бить кувалдой ну конечно она будет там его разрушать но очень спрессованный который был на огромной глубине потом его там там температурные какие-то эти вот а потом его геологическими процессами подняла вверх и этот известняк конечно намного прочнее ну и вот тут также можно раздолбить это все разумеется но он на порядок прочнее чем более слабые виды известняка в этой каменоломни вы видите какие следы оставляет обработки камня как обрабатываются известняковые камни как германские рабочие камень чеки долбят этот камень какие инструменты не используют как они делают такие дети по дисков таких вот и прочее прочее и как они обрабатывают самое главное какую какой инструменты какие следы он оставляет но опять таки скажу это все применимо для слабых пород камня и свистняк песчаник либо прочее там их множество видов прочее по слабости породы камня идентичные но вот как обрабатывание гранит как и я первый скажу что гранит гранит урожен есть гранит какой-то там ослабленный а есть гранит который ты бьешь кувалду это лично сам на своей даче и летят искры во все стороны ему хоть бы хны и вот говорят вот там типа гранит он там подвержен розин там всяким там от перепадов солнечных температур там у нас 40 сколько там 45 лет дача гранитные глыбы вот эти камни лежат и во льду и в снегу и под солнцем и под ветом за 45 лет хоть бы где хоть бы где там это я говорю про настоящие граниты не про какие-то там ослабленные граниты а жил гранит граниту рознь есть такие граниты что ну действительно ранит и ты его бьешь кувалду и только искривая все стороны летят у разбить его разумеется конечно можно более сильнее бить но очень прочный и как обрабатывали вот эти камни для меня заводка особенно в медном и бронзовом веке как вот например медном и бронзовом веке обрабатывали деревья статуи там несопотамии в египте еще потому что денег еще более прочнее чем гранит и базаль еще были прочные камни и как это все обрабатывалось этому богу только известно дочь сам интересные как-то обрабатывали и кто его знает как параллельно со мной будет покажена как германские рабочие работают в каменоломне я ускорю это видео потому что там видео было где-то на 40 минут это очень много я не вижу смысла говорится людей задерживать на 40 минут я вырежу из этого видео самые интересные фрагменты и ускору их наверно в раза два в разумных пределах конечно и покажу как обрабатывается камень в каменоломнах конечно за какие-то вопросы он может дать ответ а на какие-то конечно тайна под семью печатями загадкой всех загадок почему например в китайских каменоломнях и в каменоломнях по моему возле массилы марсель это греческо-римские каменоломни согласно официальной версии хотя явно они могут быть древние но не факт и там обнаружены следи такого такого дугового кто будет киркой бить и проводить вот такую вот дугу то же самое и вот в каменоломне в китае на потолке вот такие вот следы дугового вращения якобы это каменоломня периода первого китайского императора циншин хонди до кивра на 2200 2020 года нашей эры 2020 2010 плюс минус там и на ней следы вот такого вот вращательного движения то же самое каменоломня массилы я не помню что еще конечно еще находил следы это же вращательное движение но и сейчас не помню по моему успе это и там еще где-то вот какие-то вот следы вот как будто вот вращательное движение ну кто будет киркой вот бить вот такой вот полукруг или там почти целый круг ну сами подумайте я живу и я не буду пытаться а может там и правда там все-таки это сумасшедшие там работали или может у них какие-то были приводы от водяных мельниц или от ветряных мельниц или чертова знать или там быков может как-то впрягали сколько лошадины сил у одного быка может они там сотню быков привали там заставляли их крутить какое-то колесо и не давали там вот эту вот как двигатель энергии кто его знает например шестеренки уже были известны к тому периоду известные архимед их уже там изобрел и по моему до архимеда они еще были изобретены и ну то есть передачи уже передавались и можно было путем вот различных шестеренок либо там ускорено например быки вращают колесо с какой-то постоянной скоростью а путем ременных и там шестеренческих передач можно было задать более быстрое вращение вот этому рису гипотетическому рису одному богу известны как это все делать тем более скажу что все каменщики и древние времена и наши времена стараются свои тайны держать ему как они это пропадают секрете какие-то там профессиональные тайны конечно общее конечно показывают но какие-то вот сугубо какие-то моменты и не смогу не упомянуть что вот например в анатолии по моему в анатолии была обнаружена по моему водяная водяное такое приспособление либо как им резали и бревна и к и ну и какие слабые породы камни типа известняка и песчаника то есть при помощи какого-то водяного колеса могли резать камень и песчаник там и прочее 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 есть специально такое на могильной плите изображение которое показывает что какое-то вот техническое устройство конечно оно относительно примитивное но достаточно кто продает их камень и достаточно чтобы использовались для каких-то использований и в количестве он бывает поднимает силы в водяную плите причем она достаточно бывает сильной я вот видел водяные мельницы по разрезке бревен в школьному швеции норвегии и швеции там такая сила что вот бревна как пушистая и ее хватает вот такой гигантской пилой резать бревна там вертикально а в том рисунке что я попрошу горизонтально разрезка бревна все остальное вы видите дальше видео спасибо за ваш просмотр спасибо всем кто помогает м м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok